Здравствуйте! Тема урока «Восточная Сибирь. Население и хозяйство». Цель урока – познакомиться с составом населения Восточно-Сибирского экономического района и рассмотреть основные отрасли специализации его промышленности. Общая численность региона составляет 8,3 миллиона человек. Преобладает городское население – это около 72% жителей. Наиболее урбанизованы – Иркутская область и Красноярский край. Сельское население преобладает в автономных округах. В Бурятском-Усть-Ордынском округе вообще нет городского населения. В Бурятском-Айгинском округе его только 32%, а в Ивенкийском – 29%. Русские составляют около 80% жителей региона. Коренные жители – буряты, тувинцы, хакасы – живут в основном на юге территории, а ивенки и долганы – в северной части Восточной Сибири. Размещено население крайне неравномерно. Основная его часть сосредоточена вдоль Транссибирской магистрали. Здесь люди проживают в лесостепных и степных котловинах, окруженных горами. Увеличивается численность населения в основном за счет миграций. Экономика Восточной Сибири основана на добывающей промышленности и электроэнергетике. На их базе созданы энергоемкие отрасли цветной металлургии и химической промышленности. Алюминиевое производство сосредоточено в Братске, Красноярске, Саяногорске, Шелихове. Медное никелевое производство находится в Норильске, Центре химической промышленности – Красноярск, Ангарск, Усолье-Сибирское. Переработка древесины – в Братске, Лесосибирске, Красноярске, Усть-Илимске. Территориально-промышленные комплексы сформировались на основе гидроэнергетических ресурсов Енисея и Ангары, запасов угля, нефти, леса и различных руд. Братско-Усть-Илимский комплекс – там находятся две гидроэлектростанции, алюминиевое дерево, перерабатывающее промышленности и добыча железной руды. Иркутско-Черемховский комплекс – здесь расположена добыча угля, гидроэлектростанция, химическая, лесная и машиностроительная промышленность. Формируются территориально-промышленные комплексы Саянский с Саяно-Шушенской ГЭС машиностроением, энергоемким производством и интенсивным сельским хозяйством. Канско-Ачинский комплекс – здесь расположена энергетика на базе угля, гидроэлектростанция, лесоперерабатывающая промышленность, химическая, машиностроение, алюминиевая промышленность. И Нижнеангарский комплекс – здесь будут использоваться гидроэнергетические лесные ресурсы при разработке месторождений цветных металлов. Сельское хозяйство Восточной Сибири включает в себя агропромышленный комплекс, состоящий из животноводства, растеневодства, разных промыслов и рыболовства. Две трети земель отведено под сенокоз и пастбище, поэтому процветает мясное животноводство. Зерновые культуры выращивают в основном овес, ячмень, яровую пшеницу, а также кормовые сорта различных культур. В основном в сельском хозяйстве занято четверть населения Восточной Сибири. Итак, сегодня на уроке мы познакомились с населением Восточной Сибири и основными отраслями промышленности этого экономического региона. На этом урок окончен. До свидания.